всем привет находимся мы в ночном балтимор и сейчас вам покажем как здесь люди развлекаются вот проплывает water такси водное такси вы видите другой стороны люди рыбачат и там вдалеке мы видим завода она как правильно назвать андер армора в общем завода популярная спорная марка в современной россии но в общем нам на моем айфончике навряд ли вы что-то увидите как бы ну хотя бы так попробуем и здесь же производится вот этот коричневый сахар который старбаксах вы можете увидеть домино шуга да здесь же производство домино шуга итак друзья вы видите что люди рыбачат но это не все там все кипит ночная жизнь бурлит так скажем бурлеск и мы удивились насколько здесь всего много да в общем один знакомый так скажем мы познакомились здесь с одним человеком который здесь живет и он нам рассказал и объяснил что еще до вашингтона dc как бы как до того времени как он сейчас стал неким центром таким огромным а балтимор был намного мощнее как город ну а потом как бы вот иммигранты они приехали в нью-йорк они приехали потом вашингтон и эти города разве стали развиваться то в том числе и филадельфия как бы там получился такой микс а балтимор он более американский потому что получается что здесь вот как бы живут настоящие такие американцы и здесь минимум как бы иммигрантов так скажем по минимуму не то что то что произошло в вашингтоне в нью-йорке филадельфии вот вы видите вот ночная жизнь в общем местный житель сказал там что здесь как бы заповедник настоящих американцев да вот то есть хотелось бы обратить ваше внимание на то что сами американцы они как бы помимо понимают насколько быстро и мощно за счет сильной миграции меняется жизнь и те города которые они помнят в детстве это уже другие города другая эпоха другая культура и совершенно другой движняк а здесь в балтиморе это как бы как настоящая америка а не иммигрантская и он рассказал что всем но так или иначе что попадает он нравится это очень много и иногда конечно в одних городах в одних городах ими люди считают что иммиграция пошла им на пользу как вот в вашингтоне мне в свое время рассказывал один житель вашингтона так скажем local people local person вот и он говорил что до эмиграции в вашингтон это была деревня в которой ничего и никого не было а за счет эмиграции хоть немножко как-то поживее все стало давай по свету будем и иначе мы адмирал камп и ему это нравится а здесь вот люди кайфуют от того что наоборот этой эмиграции по минимуму ну например в филадельфии и в нью-йорке то количество эмигрантов которые есть особенно из латинской америки явно не пошло на пользу вот обратите внимание на бабулю которая играет на гитаре в общем интересный город любопытные учитывая что цены здесь на жилье они достаточно небольшие еда недорогая рестораны достаточно хорошие приличные вот здесь вот мороженое продают и это конечно очень очень хорошо здесь люди играли на гармошке но перестали к сожалению в общем балтимор обязателен для ваших ну давай вот люди в принципе вежливые как бы это это во мне нью-йорк и не филадельфия потому что потому что когда я был в филадельфии я заметил одну вещь что филадельфия это далеко не нью-йорк но люди уже там ведут себя как будто бы они в каком-то крупном мегаполисе но они как бы к нему как привязаны филадельфии это как спутник нью-йорка все в нью-йорк этот гоняют ездят в этом плане как бы получается что они как бы вот и есть нью-йоркеры но но не нью-йоркеры и филадельфия далеко далеко филадельфия от нью-йорка вот сейчас прогуляемся очень много клубов ресторанов баров звучит рок-музыка отовсюду что касается криминогенной обстановки ее практически нет вы видите мы гуляем ночью все достаточно так спокойно как-то так получается да что манхэттен сейчас нью-йорк он снова превращается в нечто такое непонятное непонятными какими-то устремлениями вот вам привет передала местная жительница настоящая американка что куда еще мы зайдем дальше там я думаю просто бары бары будут рестораны а такого вот чтобы прям фан фан плейс давайте перейдем вот байкеры здесь стоят давайте перейдем туда быстренько хочу до вас донести одну мысль что настоящую америку уже трудно увидеть и когда вы едете в нью-йорк в филадельфию это как бы америка конечно но не та америка которая там допустим классическая америка в плане наших представлений то что мы видели в фильмах это уже какой-то другой класс другой жизни и знаете еще интересно так получилось что мы были в нью-йорке до этого до балтимора и мы от нью-йорка очень сильно устали это что-то это было кошмар какой-то спать нереально невозможно было было и идет полный дискомфорт в обслуживании дискомфорт плохое обслуживание плохая еда все равно платишь деньги какие-то да небольшие средние но получается так что ты получаешь не очень качественную еду а сюда приезжаешь и за те же деньги ты получаешь в принципе расслабон какое-то хорошее хорошее жилье хорошую еду хорошую атмосферу вот здесь не скучно да и еще мы хотели бы сказать про музеи здесь есть очень хороший музей как называется мы посетили недавно например волтерс или baltimore museum of art ну вообще музеев очень много да то есть вот волтерс вот этот музей там есть картины и эль грека и боттичели и как то есть вот этих вот художников ренессанса да липи вы там сможете увидеть то есть рафаэля вы увидите также есть импрессионисты там также вы можете увидеть ван гога пикасс то есть ну все все это присутствует и конечно это удивительно что город как бы считается каким-то вот не раскрученным так скажем а получается что очень мощные какие-то искусства и так далее и еще представляете здесь вы можете получить возможность во первых бесплатно попасть в огромный музей мирового класса во вторых ходить там практически в одиночестве а это очень сильно влияет на да то есть музей мирового класса и картины вот допустим там боттичели и я видел вот этих его мадонны и так далее то что чтобы увидеть мадонну боттичели нужно в уфице допустим во флоренции записываться в этот музей задолго для того чтобы туда попасть а здесь это бесплатно ты заходишь и ты смотришь ты наслаждаешься то есть три мощнейших музея также у них музей а есть 2 музей как называется нет второй музей of art значит там есть огромная коллекция римской керамики вот это вот настоящий и они как бы позиционируют что это самая большая коллекция вот керамики из рима и они это восстановлено и прямо на стенах вы можете это увидеть это тоже безумно любопытно вот то есть посмотреть в плане культуры музеев здесь полно чего-то пройти по клубам тоже если вы любите рок doom black и так далее вот недавно выступали известные группы да допустим на бэмбо doom выступала группа потом американская да парадайз лост например парадайз лост да сама эль парадайз лост вот мы не попали к сожалению мы узнали поздно об этом а вообще очень-очень это любопытно все как бы то есть культура но если вам это нравится то есть понятно что новый орлеан это столица джаза да луис армстронг из нового орлеана и так далее вы с нами были вы видели это все а это как бы так скажем культурная столица тяжелой музыки людей много вы видите что все вот что еще хотелось бы сказать по городу гулять приятно правда жарковато но это во всем регионе сейчас сейчас жаркое время сейчас май конец мая и вашингтон и балтимор и нью-йорк символ штата мэрилин самое интересное они в магазинах местных продаются вот такие синие запечатанные вот такие интересные какие-то вещи поэтому еще раз хочу повториться приезжаете в вашингтон дисси вы в столицу обязательно заедете в балтимор это 40-45 минут максимум час езды на машине и вы окажетесь в настоящей Америке либо на поезде можно на Грэхунде сейчас суббота там какие-то корабли а еще кстати у них есть но это в предыдущем ролике я показывал у них есть замечательный аквариум то есть собрание коллекция большая морских каких-то живностей мы в этом аквариуме были в прошлый раз поэтому в этот раз мы не пошли но в предыдущем ролике я показывал тоже набережная красивая и тоже великолепный аквариум он национальный то есть это большой считается аквариум почему потому что он раньше был аквариумом Вашингтона но потом его сюда перенесли как бы это столичный аквариум мощнейший огромный интересный поэтому друзья вы должны обязательно это все увидеть обязательно посетить и на три на четыре дня вы спланируете максимум каких-то удовольствий и музеи и аквариум и прогулки и рок-концерты и что-то еще потратите на что на это три копейки да 1,2,3 на этой доброй ноте хочу вам сказать спасибо что смотрите подписывайтесь в группу вконтакте которая называется скрипучая дверь ищите меня вконтакте как макс моррисон подписывайтесь на мой перископ ищите в перископе меня как сказки кочевника там бывают такие трансляции которые не попадают на youtube канал вот просто вбивайте в перископе сказки кочевника добавляйтесь там очень много тоже интересного а на этой доброй ноте мы хотим с вами попрощаться это был была третья часть роликов о балтиморе была первая часть мы ходили по маунт вернон это их исторический центр этого города поднимались на стеллу посвященную Джорджи Вашингтону смотрели на город сверху но вот потом мы во втором ролике мы посетили набережную очень известную посмотрели на аквариум плюс произошло там emergency мы увидели как спасает человек из этого залива из их внутреннего и в этом ролике является даунтауном и в этом ролике вот мы посетили даунтаун Балтимора вот это вот известное мощное популярное место что-то ты еще хотел добавить? пока нет все мы уже закрываемся либо добавляй либо в общем все вот эти вот исторические улицы замечательные их здесь множество они большие и в очень хорошем состоянии я прям кайфую от этой историчности да то есть проблем с едой нет с хорошими ресторанами нет остановиться где за недорого это не проблема отдыха отдохнуть на 3-4 дня тоже не проблема то есть все все отлично все супер место безопасное оно не грязное вы видите как чисто здесь это во мне новый Орлеан вот все достаточно интересно хорошо поэтому конечно я вам рекомендую рекомендую делать связку Вашингтон с Балтимором и в Анаполис заодно заехать но это тоже из Вашингтона Анаполис тоже очень интересный исторический город который вы увидите вот здесь все всем спасибо всем пока подписывайтесь добавляйте ставьте лайки увидимся услышимся следующий у нас город будет Атланта Джорджия это очень хороший город для эмиграции очень развивающийся центр и мы будем показывать дай мне один эй мой парень у нас камера где ты? я из России оооо России да что дела, брат? привет дай 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 вот так вот ходят здесь черныши вот так вот они себя ведут никакой агрессии все спокойно хорошо все достаточно приятно до свидания